Я думаю, что тот репортаж, который вы сейчас посмотрели, я думаю, что он настолько исчерпывающий, настолько информационный и доказательный, что все остальные разговоры и комментарии. Я бы, конечно, сейчас сегодня у нас что-то без троллей, без засланцев, но обычно интересно на такие роды комментарии смотреть. Они там, как на прошлом нашем вебинаре, по срокам начали говорить, что ребята, вы сдвигаете сроки, вы обещали, там то, 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 а вот вы не выполняете, там еще, так сказать. И вот из ключевого, то, что Алексей Сергеевич там сказал с Кириченко, я не знаю, обратили вы, друзья, не обратили, репортаж начался с того, что показали монтаж уже анкерных опор и крепления для грузовой системы. Друзья, то есть уже пересадочный узел на 50 миллионов человек с разгонной трассой, с разгонным участком, он уже, так, а тут в перископе будет трансляция. Друзья, забыл про перископ включить, так сказать, ну, не знаю, уже, наверное, не будем, друзья, заморачиваться сегодня по перископу, просто забыл включить, извиняюсь. Поэтому будем уже приучать тех, что смотрите в записи или смотрите в вебинарах, вот, потому что перископ все-таки такая очень интересная штука, но это все-таки больше игрушка, это больше как наше телевидение такое популяризирующее, а с точки зрения эффективности это все-таки посещение в это самое. Поэтому, вот, Виталий спрашивает, забыл включить, так что извиняюсь. Ну, я тут сразу оговорюсь, я завтра лечу в Минск, послезавтра у нас будет большая конференция, встреча с инвесторами в Ганновере, поэтому оттуда перископ будет точно. Вот, то есть, вот такие вещи я, как бы, включаю обязательно. Ну, а технико-экономический вебинар сегодня, хотя на прошлом вебинаре у нас почти 2000 человек было в посещении в перископе, поэтому тоже, наверное, это полезная вещь. Ну, ладно, в следующий раз, друзья, просто еще раз извиняюсь, забыл включить перископ. Так вот, друзья, сегодня направление, которое увидели и то, что сегодня уже вот сейчас в репортаже увидели, а нам остается вот только комментировать и только делать, что сегодня станция ведет уже отделочные работы и к нашему фестивалю в конце апреля это уже будет готовое помещение, готовое здание. Вот, там монтируются и уже первые участки смонтированы, это и разгонный участок для скоростной и городской системы, уже идут испытания путевой структуры для легкого метро и юнибайка, который сегодня готовый, и параллельно же, друзья, идет уже монтаж изготовления грузовой системы на 200 миллионов тонн. И когда мы говорили, когда этапы были расписаны, друзья, речь шла о запуске и мы говорили, что осенью этого года будет показан только первый участок первой трассы, а сейчас, когда идет монтаж одновременно четырех направлений, одновременно, друзья, это несколько, как вы понимаете, совсем другая задача и другие ресурсы. И то, что сегодня на это юницкий пошел как генеральный конструктор, это говорит о том, что уверенность о том, что сегодня и организация краудинвестинговой системы, и организация заказов и предзаказов, она уже сегодня на довольно-таки высоком уровне. И это как раз характеризует сегодня именно уровень развития. И когда говорят, что, друзья, вы обещали в октябре, в начале ноября показать проект, а вы его только на конец ноября, мы говорим, ребята, а ничего, что одновременно идет монтаж трех направлений, одновременно. И мы для наших инвесторов, которые приедем, как раз покажем, и это тоже будет очень важный этап, что, друзья, вот уже построено, поехало, вот монтируется уже идет станция и монтаж путевой структуры, а вот сегодня идет монтаж анкерных опор для грузовой системы. И это, друзья, как раз тоже наиболее важный такой момент, что, да, это начало демонстрации, придет, пройдет несколько месяцев, весной будет показан следующий этап, летом следующий, осенью следующий. И это как раз то, что сегодня очень и очень характеризует ситуацию, по новостям, которые мы не знаем. Значит, ну, друзья, то есть мы говорили, что наши вебинары сегодня в ближайшем времени уже сведутся к тому, что просто даже комментарий тех новостей, которые сегодня происходят в компании, будет недостаточно того времени, который мы сегодня отводим. То есть на прошлом вебинаре задавали вопросы, а где Юницкий, куда он полетел, что, где сегодня находится, вот, то есть я, естественно, как бы там знал, как это, но по договоренности и с Виктором, и с Анатолем Эдуардовичем, что мы все эти новости комментируем и делаем только после того, как они официально идут уже от головной компании, как официальные новости, чтобы, потому что уже есть ряд сегодня, скажем так, у нас четких пониманий, что за нашими вебинарами следят, за них все смотрят, делают, следят и наши доброжелатели, и союзники, и конкуренты, и те, кто, наоборот, мешает, исходя из этого, каждое слово сегодня пытается использовать, быть против проекта. Вот, и новости вы видели, которые прошли позавчера, что, ну, да, Юницкий с Виктором вернулись из Индии, вот, они провели там очень серьезные переговоры, это результат тоже и уже берлинской выставки, когда были наши партнеры, и они пригласили, сначала приехали в Минск, потом Виктор летал в Швейцарию, встречался, потом вот уже непосредственно переговоры были для конкретных адресных проектов. И я могу сказать, что результат превосходит все сегодня ожидания, идет конкретная работа по конкретным адресным проектам. Это вот, друзья, с точки зрения, сегодня вы видели, что уже проработан ряд конкретных трасс, уже определены инвесторы, которые будут участвовать в финансировании трасс. Поэтому это вот первые шаги, друзья, и я вам могу сказать сейчас, что не единственные, которые происходят. Это просто та информация, которая официально сегодня раскрыта для того, чтобы и инвесторам показать, и нашим партнерам, и потенциальным заказчикам о том, что эта работа идет, и вы к этой работе можете подключаться. У нас, как я уже говорил в предыдущей части, 29 ноября прилетит руководитель трех управляющих компаний по разным континентам. Одна управляющая компания возглавляет Ротхук Австралия. Он прилетает с делегацией и с ведущими специалистами, экспертами Аурикона. Это наш партнер по проектированию высотных зданий, совмещенных с анкерными опорами Skyway. Он прилетит, там будет в делегации сенатор от Аделаиды, который сегодня рассматривает один из первых адресных проектов. И будет обсуждаться кольцевая трасса вокруг всей Австралии. Это, ну скажем так, тот проект, который Ротхук мечтает реализовать. Он сказал, что если я с помощью Skyway и ближайшие 5-10 лет этот проект реализую, я считаю, что моя функция и миссия в Skyway выполнена на очень высоком уровне. И что-то мне подсказывает, что у Рота Хука это очень хорошо получится, потому что эта трасса, она просто необходима сегодня для развития континента. Будет наш партнер, управляющий компанией с Канады. Вот это тоже сегодня уникальное такое направление, потому что Канада сегодня пришла полностью к пониманию, это официальное заключение правительства Канады, что транспортную инфраструктуру Канады надо менять на новом современном уровне. Они с именно экологией и со скоростями, они рассматривают сегодня разные технологии, это японские скоростные системы, и китайские скоростные системы, и немецкие скоростные системы, итальянские, французские. Но так как наши партнеры сегодня очень близки именно к правительству, они показали, что существует сегодня уже технология, которая готова к демонстрации, и надо рассмотреть вопрос изменения инфраструктуры Канады, именно транспортной, с точки зрения технологии Skyway. И понимание такое есть, там создана управляющая компания, и именно руководитель этой управляющей компании, он очень такой сам, очень небедный человек, и очень влиятельный человек в Канаде, он как раз прилетает, именно чтобы увидеть все своими глазами, чтобы дальше продемонстрировать, показать все это премьер-министру Канады, для того, чтобы дальше двигаться по именно направлению концепции транспортной инфраструктуры Канады. А ни много ни мало, на 10 лет, на 10 лет в бюджете Канады уже заложен 186 миллиардов долларов на вот эту инфраструктуру, и мы сегодня реально претендуем на то, что технология Skyway именно будет менять облик Канады. Соответственно, естественно, друзья, это большая работа, она будет проводиться вот начиная вот с первой делегации, с первой поездки, потом, естественно, будут презентации уже в Канаде, потом будут уже непосредственно проработки по конкретным проектам. Это, друзья, тоже первые шаги, которые сегодня делают, это вот то, что будет дан старт именно 29 ноября. И третья управляющая компания, которая сегодня активно работает и продвигает проект, это Skyway уже в Америке, Skyway Houston, которая прорабатывает ряд тоже адресных проектов, и именно один из интереснейших проектов, это где губернатор штата Невада, он просто ждет уже презентации, когда будет ему показана сама технология, то есть от самой технологии он уже знает, ему докладывали, распоказывали, а сейчас уже идет именно подтверждение, демонстрация того, что эта технология реальна. И также будет один из интереснейших проектов, это линейный город в Неваде, в пустыне которой, именно уже с применением технологии и Skyway, как транспортной инфраструктуры, и технологии уже восстановления земли, то есть та, которая идет в эко-технопарке, это то, о котором про Юницкий говорит очень много, и многие скептики не понимают, а при чем здесь Гумус, казалось бы, и Юницкий, который строит струнные дороги. Так вот, когда эти технологии накладываются, и получается, что вдоль трассы может быть линейный город, который город-сад, и реально в Неваде, где сегодня просто выжженная земля, камни и пустыня, можно в течение буквально пяти лет сделать действительно цветущий сад. И это будет очень комфортное, очень серьезное такое проживание, и это очень серьезное будет введение земли в оборот, которое сегодня стоит ноль, а завтра будет одно из самых дорогих земель в Америке. Поэтому это тоже очень интересное такое направление, которое прорабатывается, делается. Ну, а с учетом того, что вокруг этих трассы через Неваду это и каньоны, это туристическое направление, где юнибайки могут просто сыграть и засверкать, как настоящий бриллиант, потому что от этих трасс, от виткления, там просто красивейшие места, которые сегодня, ну, допустим, до каньонов Неваде добраться практически довольно-таки тяжело. Это несколько часов, там почти восемь часов на автобусе, вот по этой пустыне, по жаре, потом прийти и посмотреть эти каньоны, да, интересно, и потом столько же обратно. Когда это будет совсем в другой логике туристического посещения, то помимо и линейного города, и капитализации земли, и именно город-сад, соответственно, еще и будет новое туристическое направление. Ну, друзья, я вам несколько таких новых направлений, когда закроется вход в Корневую, тут Андрей говорит, ну, Андрей, не знаю, либо плохо слушаете, либо, так сказать, если когда, то могу ответить с самым конкретной цифрой. Скоро, друзья, причем очень скоро, причем может оказаться даже быстрее, чем вы думаете. Вот, поэтому... Так, ну вот, это, друзья, вот то, что сейчас непосредственно идет, то, что непосредственно происходит и двигается. О еще очень многих проектов, о которых я сейчас, как бы, и имею представление, знаю, я просто не могу сейчас говорить, потому что они все в стадии проработки, они все в стадии именно бизнес-планирования, и они будут, мы о них будем рассказывать и показывать, по мере того, как будут уже подготовлены соглашения, как будут согласованы с нашими партнерами уже дорожная карта для их продвижения, тогда мы будем об этом с вами обсуждать, мы будем это рассказывать. А в дальнейшем, друзья, мы отстраиваем систему таким образом, чтобы наша краудинвестинговая именно система, инвестиционная система, она могла участвовать в запуске вот именно на пассивной стадии, когда запускается такой адресный проект, чтобы в такой стадии можно было с максимальным эффектом в него войти, и мы вам будем уже как инвесторам предлагать уже участвовать в такого рода проектах. И помимо того, что вы будете иметь свои инвестиционные пакеты, которые будут постоянно расти в цене, это мы вам просто гарантируем, то есть насколько и как, как я уже говорил, мы не можем сейчас рассчитывать, потому что венчурность, она не позволяет сейчас снимать очень многие риски, которые влияют на доходность, но то, что это будет постоянно расти, интерес к программе будет постоянно увеличиваться, это 100%, потому что все практика, которая показывает последних месяцев, как только мы доводим и показываем о том, что технология уже демонстрируется, что 29 числа уже идет техническая демонстрация, то очень многие вопросы отпадают. И мне тут вот тоже очень много сейчас задают вопросов, что вот я хочу крупному инвестору презентовать, с чего начать. Я уже, наверное, на протяжении последнего месяца отвечаю только одно. Друзья, покажите материалы 29 ноября. Они же говорят, ну 29 ноября будет только через месяц, я говорю, вот через месяц и покажите. То есть не надо никого ничего убеждать, не надо никому ничего рассказывать и объяснять. Друзья, с 29 числа вы просто берете ролик, репортаж, который идет с Малиной горки, показываете, что вот, друзья, вот это работает. И это даст вот такие, такие, такие эффекты, в этом можно участвовать, и дальше уже начинаете показывать про аспекты и рассказывать про возможности технологии Skyway. Но начинать надо будет уже, друзья, всегда с того, что показано. Так же, как я сейчас все демонстрации начинаю сначала с репортажей из Берлина, о том, что, друзья, мы компания, которая выставила первые электромашины нового поколения, второго уровня, которые не имеют аналогов в мире и превосходят в десятки раз тот же Tesla автомобиль Илона Маска, точнее там считали более 17 раз по эффективности, чем автомобиль Илона Маска по энергосбережению и по КПД. Соответственно, мы делаем эти машины, наша компания с помощью краудинвестинга запустила этот процесс, давайте это обсуждать. И я еще не встречал ни одного человека, который бы сказал, что это все фигня. Потому что, когда Берлин, сзади Сименс, справа Кавасаки, тут Хитачи, и когда признан в топ 60 компаний, которые действительно сделали интересную презентацию, это как минимум интересно, как минимум. А дальше тот, кто специалист, или начинает понимать, о чем идет речь, он сразу начинает этим интересоваться. Так вот, друзья, 29 ноября будет совсем другая стадия, когда вы показываете, вот, друзья, уже что показано, вот, друзья, как это работает, вот, что строится, еще направление, а вот, как это будет показано, вот, как это будет работать, показываете анимацию экотехнопарка, как он будет работать уже в построенном виде, вот, что реализовано. И это, друзья, процесс, который сейчас пошел и пошел и пошел. И, соответственно, все инвесторы ко мне постоянно, каждый день обращаются. Я вот сейчас назначаю встречи, назначаю и скайпи, и вживую встречи. Сейчас очень много идут. Это именно с крупными инвесторами, которые сегодня готовы входить. Вот на что мы сегодня наставим. То есть где-то человек, ну как минимум 8, это лично от меня, которые едут 29 ноября. Это люди, которые с очень серьезными деньгами, но которые уже на протяжении кто-то 2 года или 3 года издевательски надо мной общался, что ребята, вы занимаетесь полной ерундой. Кто-то просто не верил, ждал. Но сейчас пришло время, когда я их всех сказал, что ребята, вот вы надо мной издевались, вы там скептически, особенно у меня есть один банкир, который все рассказывал, что мы на МКАДе снимаем ролики, как строятся опоры и показываем их за свой репортаж. Вот я ему сказал, знаешь что, вот теперь если ты не поедешь, ну во-первых, я тебя назову полным болтуном и идиотом, а во-вторых, ты говорил, что мы строим на МКАДе, поехали в Марьиную горку, я тебе покажу, что мы построили. И ему никуда не деваться, потому что, ну во-первых, мы с ним 25 лет дружим и надо же отвечать за свои слова, а во-вторых, это все-таки действительно интересно и он уже действительно рассматривает это как предмет инвестиций, но он мне откровенно сказал, пока сам не увижу, пока сам руками не потрогаю, не поверю. Я говорю, ну все, Фома, неверующий, поехали. Вот пришло это время, когда 29 числа, прокатиться мы тебе, конечно, не дадим, потому что это технические испытания и никто не позволит сегодня, кроме котов Юницкого, пускать на Юнибайки и Юнибусе. Но то, что ты можешь потом взять этого кота в руки и убедиться, что он проехал живой и здоровый, соответственно, это точно. И вот такие делегации, ну вот их сейчас собирается много. Мы очень ограничили первый круг именно такой демонстрации, чтобы собрать, ну первое, это наших партнеров уже с разных континентов, с управляющих компаний, для того, чтобы адресные проекты наметить. И второе, есть еще там ряд фондов, которые в очень закрытом режиме сейчас будут там участвовать. А дальше, друзья, мы будем показывать, ну фактически, наверное, каждый месяц такие презентации. Поэтому, если кто-то, есть инвестор, потенциальный крупный инвестор, который вы считаете, что можно пригласить, показать, давайте мы эту работу будем делать постоянно. Где-то раз в месяц мы будем компоновать такую презентацию, поэтому заранее надо просто заявиться, мы будем собирать такой пул и регулярно показывать. То есть не так, что вот я хочу, чтобы он приехал. То есть, друзья, будет просто однозначена дата, и мы говорим, что вот такого дата, следующая после ноября будет примерно 10-14 декабря, вот, потом уже будет после новогодних праздников где-то там 14-20 января. Вот, то есть постоянно будет назначаться такая дата, на которой можно приглашать вот таких вот крупных инвесторов, для того, чтобы они приехали, сами убедились, сами потрогали своими руками, увидели своими глазами, пообщались с инженерами, пообщались там с теми, кто презентует, лично с Юницким, соответственно, для того, чтобы принимали решение, как и в каком объеме двигаться дальше. То есть этот у нас сейчас вот целый график уже таких, где вот уже на декабрь ряд перешло, кто не смог попасть в ноябре, ряд уже на январь сегодня записываются, ну, для того, чтобы посетить. Поэтому этот процесс, друзья, ну, как бы такой будет постоянный, поэтому не переживайте, если кто-то хотел или вы кого-то хотели пригласить, а он не попадет на первую презентацию, на первый технический прогон. Это, друзья, ничего страшного, это системная работа, которая начинается и она будет-будет вестись постоянно. Ну, а мы с вами, как уже говорили, для инвесторов, для партнеров, как всегда, в конце апреля мы сделаем наш большой фестиваль, большой праздник такой. Там будет, вот сейчас мы оцениваем уже не менее трех тысяч человек. Соответственно, это, друзья, будет фестиваль, это будет праздник, это будет, скажем, такое наше общее празднование победы, потому что в апреле мы увидим, уже даже тут, я вам несколько опять анонсирую, мы вам покажем такое, о чем мы сейчас даже пока не произносим вслух. Вот, поэтому, соответственно, в апреле, помимо того, что мы будем видеть все эти репортажи и оценивать, то есть в апреле еще будет очень много чего интересного. Именно для всех, для тех, кто в партнеры, для тех, кто в проекте, для тех, чтобы, может, своими руками потрогать, глазами увидеть, сфотографироваться и быть сопричастным к тому, что мы с вами делаем. Это, друзья, уже апрель месяц, это, друзья, не так много, это всего четыре месяца осталось, поэтому это тоже будет очень и очень... Так, а есть, питание, вот участок с большими пролетами, 200-400 еще не готов, получается, унибайк будут на одном месте, тут Виталий, нет, Виталий, почему 200-400-200 еще не готов, как раз, то, что будет 29 ноября, вы как раз и увидите, то, что будет, и унибайк, и унибус не будут на одном месте, это я вам гарантирую, они будут именно в техническом прогоне, они будут в движении, и это движение, и путевую структуру вы как раз увидите, поэтому, Виталий, не надо вносить здесь никакую, так сказать, это, как это назвать, дезориентацию, все будет в движении, будет ли готов пролет в 400 метров, то, что он будет готов, я могу сказать точно, а вот будет ли он испытан для того, чтобы там прогнать унибус и унибайк, я сказать не могу, скорее всего будет, скорее всего будет, но, друзья, давайте дождемся, здесь многие технические вещи, как вы понимаете, будем следить только за репортажами с Экотехнопарк, часто будут объединены разворотами в одну линию, все, друзья, вот насчет всех этих вопросов, которые вы сейчас задаете, друзья, две недели, через две недели вы все это увидите, поэтому еще нам сейчас, последнее видео это не понять, как раз эти видео снимаются для того, чтобы многие вещи там как раз были, первое представление, что они есть, и это отрицать нельзя, и второе, это очень хорошо, что непонятно с первого видео, которое вы видите, потому что, еще раз я вам повторюсь, друзья, мы и так сейчас показываем больше, чем необходимо, это, к сожалению, наша реальность сегодня, потому что идеально было бы вообще ничего не показывать, но если бы мы вам только рассказывали, что, друзья, мы покажем, 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 то весь интернет сейчас бы был просто вот этими троллями и нашими недоброжелателями забить то, что мы просто рассказываем вам сказки, поэтому мы вынуждены показывать больше, чем сегодня необходимо для защиты, но с другой стороны, те темпы строительства, которые сейчас идут, и если даже кто-то увидит сейчас ноу-хау, побежит его повторять или патентовать, то они все равно уже в этом не успеют, поэтому, друзья, это такой сейчас сбалансированный этап, что можно показать, а, соответственно, что еще требует, ну, скажем, там, дополнительной защиты. Ну и, друзья, прежде чем передать слово Алексею Алексею, как всегда, дает очень интересный свой взгляд в свое направление, вот я хочу несколько прокомментировать то соглашение с Челябинской области, которую мы подписали буквально неделю назад, соответственно, чтобы вы понимали, чем для нас Челябинск вообще сегодня знаменательен. Вообще Челябинск нас с Алексеем натолкнул на идею о том, что юнибайки сегодня это наиболее востребованная концепция, которая может уже быть в ближайшее время реализована, мы это обсудили в конструкторском бюро с Анатолем Дуаровичем, он сказал, что да, у него эта концепция разработана давно, он над этой продумывал, но он считал, что сначала надо продемонстрировать скоростную городскую, вот под весной, а потом уже переходить и уделять силы юнибайку, но после того, как мы обсудили и показали заказы, которые сегодня уже могут возникнуть, он переориентировал, соответственно, приоритеты, несколько сделал и возникла совсем другая система, которую мы даже не могли предполагать изначально, он именно городскую систему объединил с юнибайком и сделал ее приоритетным, и то, что мы сейчас видим, это воздушная метро на 300 тысяч пассажиров в сутки, объединенная с юнибайком, а то, что предполагалось показать изначально, это скоростная система, объединенная с городской, вот, соответственно, там, где еще могут перемещаться и контейнеры, то есть это полный аналог контейнерных переводов. Поэтому Челябинск, по сути дела, нас сдвинул на вот эти вот приоритеты, и это сегодня продемонстрировано, и я думаю, что это единственное правильное решение, тем более, что система разгонного участка и скоростной системы, она сегодня также монтируется, также делается, и на сроки это абсолютно никак не повлияло, и скоростной модуль сегодня также на заводе изготавливается, то есть это ни в коем случае не сдвинуло участки. И за следующий год Юницкий планирует построить уже 18, там, сейчас скажу, 18 или 19, ну, могу в цифре сейчас корректироваться, 18 километров такой скоростной дорогу, которая будет как раз выводить сначала на скорость 200, потом на скорость 300, потом 400, и уже следующий год 500. Вот, это, друзья, уже сегодня крайние цифры очень значимые, потому что сегодня обсуждаемая скоростная железная дорога Екатеринбург-Челябинск, она уже рассматривается из расчета 200-220 километров в час, не выше. Поэтому даже то, что первый этап скорости, который будет достигнут на этой системе в 200 километров в час, это уже та скорость, которая максимальная для сегодня скоростной железной дороги. С учетом, что она стоимости в строительстве будет более чем на порядок дешевле, более чем, то она уже конкурентно способна. А с учетом того, что в перспективе, и это сразу декларируется, что скорость будет увеличена до 300, а потом до 500 километров в час, это скорость, которая недостижима уже для скоростной железной дороги. Ни при каких деньгах, ни при каких. Соответственно, то, что сегодня уже предлагается, это уже система, которая вне конкуренции от скоростной железной дороги. Ну и что очень важный вопрос, это вот то, что Алексей уже и проговаривал и с вице-губернатором Русланом Гатаровым и с руководителем представительства в Москве, это о том, чтобы предложить, и эта концепция уже принята руководством Челябинской области, чтобы мегаполис рассматривать не просто как скорость перемещения из Екатеринбурга в Челябинск или из Челябинска в Екатеринбург, а чтобы это рассматривать как единую мегаполис, как линейный город. Поэтому опять я очень рад, что мы познакомились с этими ребятами, это просто молодцы таланты. Ну и Руслан Гатаров, я-то его знаю еще, когда он депутатом в Госдуме был, вот еще по многим там вопросы вместе мы пересекались, по многим, ну то есть это очень умнейший человек, но то, что он вот этот концепт линейного города и сейчас уже просматривается и Багдулин у нас уже считает, Кирилл, не только себестоимость и строительство трассы, а уже именно недвижимость, которая будет в этом линейном городе и эффект, который может дать. Так вот сразу, друзья, мы первый раз начали выходить на цифры о том, что строительством самой трассы можно пренебречь, что цена трассы сегодня Екатеринбург-Челябинск будет ноль. Вот это, друзья, первое утверждение, которое сегодня просто переворачивает все, для нас ставит на свои места, для всех остальных это становится непонятным. Как эта трасса, скоростная трасса, за которую сегодня Сименс просит 6 миллиардов долларов, 6 миллиардов, вот, соответственно, в нашей концепции может стоить ноль. А результат и ответ очень простой, друзья, она будет совмещена с системой высотных зданий, которые сегодня проектируются совместно с австралийской компанией Аурикон, которая проектирует сегодня и строит самый высокий небоскреб в Абудабе. Вот, соответственно, это комбинируется сегодня с системой коммерческой и живой недвижимости, которая может быть находиться между Екатеринбургом и Челябинском по трассе. И, соответственно, это объединяется с системой уже нового сельского хозяйства, то есть где высотные этажи могут использоваться как теплицы, и, соответственно, это абсолютно новая идеология. И мне очень радостно, что именно Челябинск, именно, ну, скажем так, люди, где живет Алексей и администрация областная, а сейчас мы в ближайшее время, вот после транспортной недели в Москве, будем такие же переговоры уже вести совместные с администрацией Екатеринбурга, что именно идеология линейного города, элемента линейного города, как единого мегаполиса и эксплуатация которого может покрыть вообще все строительство трассы, начинается именно с Челябинска. Это, друзья, очень радует. И хотя это сейчас прорабатывается уже и в Индии, и в Филиппинах, и в Абудабе, но то, что первое соглашение подписал именно Челябинская область, то, что они увидели в этом перспективу и готовы дальше это направление развивать, это, конечно, большой вклад как раз и нашей команды, и в том числе вот непосредственно Алексея, который вот и сам вел переговоры, и сам до них эту концепцию переводил. Все, друзья, передаю слово Алексею, я как концепт по традиции уже, друзья, небольшое заключение и небольшой анализ, потому что все-таки есть что прокомментировать, то, что происходит в Америке, то, что происходит в экономике в Москве, в России, особенно с министром экономики. Вот я думаю, что это требует с точки зрения SkyWay неких таких комментариев. Алексей, тебе слово. Приветствую вас, дорогие друзья, кто только, может быть, присоединился к нам на расширенный технико-экономический вебинар. Я хотел бы сказать тоже немножко по поводу Челябинска, то есть Челябинской области, не Челябинска конкретно, то есть конкретно по Челябинску мы проекты никакие не рассматриваем. Очень много вопросов мне, особенно в Skype, люди пишут, то есть какие проекты планируются в Челябинске. Пока что никаких проектов в Челябинске не планируется. То есть рассматривалось два проекта потенциальных, обсуждалось, то есть это между двумя небольшими городами с остановкой в туристическом горнолыжном комплексе очень хорошего и европейского, я бы сказал, уровня. И Челябинск-Екатеринбург. То есть, соответственно, вот эти два проекта сейчас рассматриваются, и по ходу развития и описания этих адресных проектов мы будем вас оповещать о том, о чем можно, соответственно, говорить. И мы с Сергеем Анатольевичем, естественно, также учимся в начале, если вы перемотаете, допустим, ну где-то на полгода, ну не на полгода, а на год назад мы могли ненароком раньше времени что-то сказать, но, естественно, в этом отношении мы также опыт получаем, и я могу сказать, что сейчас раньше времени мы ничего говорить не будем. Я хотел бы показать ретроспективу вообще вот, насколько наш проект изменился в плане не то, что даже донесения информации, в плане выстраивания переговоров, и насколько много возможностей сейчас открылось для развития проекта Skyway. Вспомните, что в 2014 году, например, в начале 2014 года, когда я, допустим, присоединился, у нас был только один пласт, один пласт или высокого здания, или какой-то конструкции, которая имеет несколько этажей, так скажем, и сколько этих будет этажей, никто не знает. То есть этот пласт, это основание стало народное финансирование. То есть люди от 50 долларов инвестировали, инвестировали, и на тот момент очень много людей именно небольшими суммами инвестировали, и на тот момент после презентации в гостинице университетской мы вышли на очень серьезные объемы. Но стоит анализировать тренды развития нашего проекта, дабы не допустить какой-то финансовой просадки, независимо от сезонности, потому что мы должны соблюдать наши планы финансирования, и, соответственно, головная компания тогда обязательно будет соблюдать планы по строительству, которые в данный момент соблюдаются. Что пошло потом? Потом, соответственно, начался другой пласт, следующий этаж, и основание по-прежнему остается, это люди, которые инвестировали по 50 долларов, по 100, до 500, так скажем, это в основном были русскоговорящие люди, первопроходцы, по наибольшему дисконту, и я всегда открыто говорю, если кто-то меня спрашивает о первой инвестиции, то первая моя инвестиция была чуть больше 2000 долларов, и, собственно, это небольшая инвестиция, я мог инвестировать на тот момент больше, но, естественно, осознавая риски, я решил посмотреть. Потом, соответственно, у нас возникает еще один пласт работы, по которому сейчас некоторые люди обращаются к нам, то есть я дам контакты, но, пожалуйста, единственное, прошу обращаться только при конкретике, когда нужно пообщаться с действительно серьезными людьми, не просто кто-то написал в интернете, я также сейчас и для отработки схемы, и для просеивания вот этих среди интернет-пространства, очень много людей в Фейсбуке пишут, и непонятно до последнего момента, авантюристы, аферисты они, либо реальные люди, как вот Родхук, Родхук, в принципе, тоже с интернет появился, и Людмила Хьюз его нашла, замечательная учительница из Южной Австралии, из города Аделаида. И, соответственно, третий этаж, третий этаж возможностей у нас появился работа с потенциальными крупными и крупнейшими инвесторами. Что несет себе этот пласт? Это уже не схема народного финансирования, не схема краудинвестинга, не схема MLM, сетевого построения корпорации, не вот эта многоуровневая система получения выгоды, так скажем, за привлечение инвестиций. Это конкретная общепринятая схема по агентскому соглашению, вы можете привлечь крупные инвестиции. В основном это не конкретный один человек, это группа людей, которая работает над этой сделкой. Я могу сказать о таком уровне. Естественно, Сергей Анатольевич обладает такими контактами, и те люди, кто наблюдает за технологией SkyWay сквозь года, зная Сергея Анатольевича Сибирякова. На тот момент присоединились крупные инвесторы, в районе 100 тысяч долларов они инвестировали, но это были единичные инвестиции. И сейчас вот этот пласт, этот третий этаж, он действительно открыт, дорогие друзья, и каждый может сейчас воспользоваться этой возможностью. Я приводил пример, и всегда буду его приводить, не со всеми, так вот скажем, как коуч, не люблю это слово, конечно, ну так назвали. То есть, прямо пошагово общаемся, я доношу свое видение, каким образом, на мой взгляд, с крупными предпринимателями общаться, с депутатами и так далее. И общаются люди, которым 18 лет. Они выходят на серьезных депутатов, чиновников, предпринимателей, они не боятся на данной стадии выходить и общаться с теми людьми. И они прорабатывают вот этот, как раз таки, третий уровень. И четвертый уровень, четвертый уровень, это тоже тот уровень, который был абсолютно недостижимый в потребностях, то есть, многоэтажное вот это строение. Я не люблю слово пирамида, потому что сразу коверкают название там и так далее. К нашему проекту это слабо применимо. Но вспомним пирамиду потребностей маслоу, то есть, что человеку нужно. Вот у нас такая пирамида возможностей Skyway. И высший уровень, это тот уровень, который использовал и сейчас является одним из первопроходцем на таком уровне, это Roadhook. Соответственно, это создание управляющей компании Skyway Transport Australia. Это получение определенных выгод, преимуществ при инициировании адресных проектов на территории Австралии. И вот этот четвертый этаж, он стал доступен совершенно недавно. И более того, те, кто имеет конкретные выходы, вот, к примеру, Челябинск, либо конкретное стремление, к примеру, Чечня, к примеру, вот сегодня буквально один из наших сподвижников и тот человек, с которым я лично также общаюсь, прорабатываю, это далеко не моя первая линия. Ну, просто, когда видишь у человека потенциал, хочется помогать и доводить дело до результата, он будет общаться сегодня с одним из губернаторов стран Латинской Америки. Эта проработка ведется, я могу сказать, месяцы. И я ни для кого не открою Америку, что проработка с Челябинском велась больше года, с Челябинской областью. И вот только вот несколько недель назад мы получили результат. Почему мы? Потому что это работа команды. Это не работа конкретно одного человека. И ни Евгения Баклунина, ни, допустим, я конкретно, ни проектировщики, одни мы не смогли бы организовать этот процесс. Все началось вообще с проработки того проекта, который родился и также заморозился благополучно. Это проект. Поехали в парке, в одном из парков. Ну, естественно, при окупаемости в 7-8 лет абсолютно неразумно и некорректно сюда привлекать какие-то инвестиции. Если говорить про Челябинский, Катеринбург, я не говорю вот эту вот связку между двумя небольшими городами, хотя это также интересно, потому что логика развития Челябинской области вообще, в принципе, одна из, это развитие туристического потенциала региона. и у нас действительно красивейшие места в Красноярском крае, красивейшие места вот про Красноярские столбы мы не раз говорили, но должна возникнуть команда. У нас есть определенная команда, которая там прорабатывает, которая активно будет действительно протаптывать, не просто протаптывать дорогу, а проламывать стены. Проламывать стены непонимания. И я вам могу сказать, что никто на ранней стадии и вообще непонятно даже, когда мы начнем на адресных проектах зарабатывать и будет ли вообще вот те люди, которые инициируют сегодняшние адресные проекты именно вот из сети, я говорю. То есть, можно сказать, что Саша Мосин из сети, я из сети, вот Роман тоже, который со странами Латинской Америки из сети и многие-многие другие, которые пытаются, почему я это говорю? Потому что, если вы наработали опыт, опыт того, что вы можете донести информацию, как Арманд Мурникс, то есть, вот наши пути с ним разошлись, потому что мы Skyway Capital, он Skyway Invest Group, но мы движемся над единой целью. И мы радовались, когда он пообщался на выставке, на форуме зеленых технологий с министрами Италии. И это может сделать на первых шагах, донести информацию и как точка входа быть для тех или иных людей, действительно принимающих решения, при донесении информации, если вы проводите хотя бы несколько презентаций раз в несколько дней. Я не говорю уже про Франтишека Соллера, который у нас пример, действительно, неподражаемый для многих европейцев. Я приводил этот пример, не раз еще приведу, 22 презентации за прошлый месяц. То есть, в прошлом месяце, я не помню, 31 день у нас или нет, но 22 презентации за месяц и 3 дня вебинаров. Соответственно, это дает возможность доносить информацию тоже по сети. Естественно, там сделали по обложку, что SkyWay может получить первые миллиарды долларов, но я всегда буду добавлять слово теоретически, дорогие друзья, потому что вот про арабский саммит мы рассказывали, но мы всегда будем говорить слово возможно, потенциально, теоретически, потому что только при свершении факта мы можем говорить о конкретике. И вот эта градация возможностей SkyWay сейчас, если мы с 2014 года поднимались на вот эту высшую ступень инициации адресных проектов, можно перепрыгнуть через ступень, то сейчас вообще я рекомендую заходить к предпринимателям, заходить. Мы с Сергеем Анатольевичем общаемся с целыми бизнес-клубами. И вчера также интересный разговор был с бизнес-клубом Германии. И заход может быть как раз-таки через стратегию адресных проектов. То есть уже сверху вниз мы заходим, человек может заинтересоваться и войти просто как обычный инвестор вот этой вот нишей, но самой главной ступени, основания сетевого построения корпораций crowd investing. То есть он может инвестировать на 50 долларов, я думаю, что вряд ли европеец инвестирует, ну 500 долларов, то есть небольшая инвестиция. Но сегодня действительно вот с адресных проектов мы заходим вот в этот инвестиционный и предпринимательский потенциал. И с 5 декабря, с 5-6 декабря будет открываться список тех людей, кто может инвестировать как минимум в идеале, естественно, от миллиона долларов. Но если это будут люди, которые могут инвестировать, как один из бывших губернаторов Российской Федерации инвестировал самый рекорд 330 тысяч долларов, естественно, такие люди также попадут до официального открытия для всех инвесторов на экофестивале, эко-технопарке. И уже на следующих стадиях технического прогона смогут убедиться в действенности технологии и ответить для себя на самые такие вот каверзные вопросы, получить ответ от генерального директора, генерального конструктора. Но мы в согласовании головной компании создадим форму, список, которые с вашего позволения мы будем фильтровать. И мы не имеем права передать Виктору Бабурину, чтобы он тратил свое время и передавал дальше уже вверх, соответственно, Анатолию Эдуардовичу Ницкому, тех инвесторов, которые могут приехать уже в апреле и, поверьте мне, будет формироваться целый график формирования посещения различных делегаций. Это будут как крупнейшие, крупные инвесторы и это будут как представители властей, которые сейчас также уже планируются. В большом количестве, я могу сказать, потому что даже когда мы в тот или иной день с Сергеем Анатольевичем присутствовали на территории ЗАО «Струнные технологии», у нас это не вызывало уже никакого удивления, потому что фактически в каждый приезд Сергея Анатольевича та или иная делегация, о которой не говорят, но которые приезжают, присутствуют на ЗАО «Струнные технологии» при общении с генеральным директором, генеральным конструктором Анатолий Эдуардовичем Юницким. И это говорит о потенциале, но этот потенциал будет раскрываться только при достижении конкретных договоренностей. Это же касается размытия на видео и таким же образом я отправил вот эту презентацию, которую представил по строительству Экотехнопарка. И, дорогие друзья, кстати, я хотел бы отметить, не задавайте, пожалуйста, вопрос, не просите меня дать доступ к этому файлу, потому что вы его можете просто скачать. Я имею в виду презентацию по слайдам строительства Экотехнопарка. И также с размытием губернатором Латинской Америки странам будет Роман показывать, потому что это ноу-хау, которое, да, можно снять с космоса, как многие говорят, можно на дроне снять, но это, естественно, конкурентная борьба, которую никто не отменял и навредить можно по-всякому. Но мы, в свою очередь, будем максимально обезопасивать, стараться нашу технологию и показывать только то, что можно, потому что это как раз-таки защита наших инвестиций. Так как технических рисков нет вообще, финансовые риски, они с каждым днем снижаются, ну и, соответственно, об остальных рисках их можно придумать, можно, как мы говорили, постучать по юнибайку и сказать, что это все равно картон и он все равно не будет ездить на реальных адресных проектов. И, кстати, есть такие люди, которым я говорю, доношу концепцию, они говорят, что, ну вот, когда первоадресные проекты настанут, тогда я, наверное, буду инвестировать. Ну и пусть ждут этого времени. Я могу сказать, что очень мощный материал мы именно вот как Skyway Capital готовим для вас после 29 ноября. Это будет логика было-стало и сейчас вот готовятся фотоматериалы и так далее. Это будет простейший лендинг, но который будет достойно показывать развитие нашей технологии. То есть то, что было в виде визуализации, то, что произошло в реальности, то, что планировалось на визуализации на Экотехнопарке, то, что поехало уже после технологических прогонов. И, дорогие друзья, это будет являться железобетонным аргументом и помимо привлечения крупнейших инвестиций, я думаю, и мои личные прогнозы, что у нас будет очень сильно ускоряться развитие вот этого основания и самого главного элемента, с чего все началось в новейшей истории Skyway с 2013 года, это народный краудинвестинг. Люди будут инвестировать и заинтересовываться все больше и больше. Ну, я не говорю про то, что также вот примерно после 29 ноября, либо в этих датах, появится мощнейший ролик, в котором принял участие вице-чемпион мира по натуральному бодибилдингу, то есть это прошлого года Адриан Кармоци, наш уже товарищ, наш друг Сергей Анатольевич это тот человек, который активно поддерживает проект Skyway, который даже на прошлой конференции являлся переводчиком неожиданно для него, то есть я говорил на английском, он переводил на словацком, это человек, который всецело с нами. В Бельгии будет происходить новый этап чемпионата мира, есть все шансы, что Адриан уже станет действующим чемпионом мира, ну и что-то мне подсказывает, что этот ролик облетит всю планету, по крайней мере лично мы с Сергеем Анатольевичем постараемся, чтобы это так произошло, потому что это будет очень взрывной и очень профессиональный ролик. Так что, дорогие друзья, я могу сказать, что несмотря на все ситуации экономического кризиса, который находится в Российской Федерации, сейчас мы наблюдаем, и Сергей Анатольевич обратит внимание, естественно, события происходящие, как в России, у нас вот и с долларом, что происходит, то он скачет, то он падает, и с отставкой даже некоторых представителей властей, и какие наши, не то что прогнозы о видении Дональда Трампа, то, что он стал президентом, и, дорогие друзья, я также хотел бы напомнить, что Дональд Трамп как-то сказал в одном из своих интервью, это общеизвестный факт, я не знаю, как он сейчас к этому относится, но его спросили, Дональд, а если вы потеряете все, то с чего бы вы начали? Он сказал бы, что я нашел бы замечательную сетевую компанию, которая является лидером на сегодняшний день, и начал бы ее развивать в числе первых, достиг бы серьезных результатов. Дорогие друзья, сейчас я могу сказать, что лучшей, действительно, лучшей альтернативой на вот это решение, но не MLM компания, а действительно моделью сетевого построения корпорации, является корпорация Skyway. Кто знает, возможно, мы когда-то об этом пообщаемся с Дональдом Трампом. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Я фотографию вот эту поставил Unibike, это с Минской выставки, команда была спортивная, девочки, по-моему, они гандбол играли. Просто такая хорошая фотография, поэтому пока Алексей выступал, я ему эту фотографию поставил. Так, у нас тут вопрос, который был, демонстрацию будет только для тех трех стран, которые будут, да нет, друзья, ну как, это просто там будет делегация, я сейчас могу ошибиться, или шести, или восьми стран, вот, я просто не всех знаю. Второй вопрос, друзья, это же первая такая техническая демонстрация, а дальше она, вот как Алексей уже сказал, она будет вестись постоянно, каждый месяц, и мы эту работу будем ставить в систему. Поэтому 29-го это начало работы, но она окончание уже иметь не будет, поэтому естественно, что это такой, друзья, очень, ну такой долгожданный и очень волнительный такой момент, вот, для меня есть ряд личных таких, именно для меня важных вопросов, потому что ряд людей, которые туда поедут, поедут, они отчасти изначально говорили, что мы занимаемся ерундой, но там будут люди, которые, зная меня и понимая, что вот я занимаюсь там уже 17-й год проектом, проект не может быть ерундой, но вот краудинвестинг, это вот не то, что вот вы делаете, это не доведет до результата, и сейчас как раз вот тот этап, когда можно четко сказать, что только благодаря краудинвестингу, только благодаря инвестпроводящей системе, только благодаря тому, что построена вот эта система привлечения партнеров, инвесторов по принципе многоуровневого маркетинга, то это как раз привело к тому, что сегодня есть результат. И здесь уж когда мы заговорили про многоуровневый маркетинг, на основе которого была построена система именно сетевого построения корпорации, то скажем, сейчас уже очень известный и теперь уже наверное один из самых популярных людей в мире это Дональд Трамп, который на прошлой неделе стал президентом Соединенных Штатов, тут меня даже отчасти как практикующего футуролога упрекали в том, что я в своих прогнозах все-таки говорил, предрекал, что клан Клинтонов придет в власти, что Хиллари Клинтон выиграет, но здесь друзья, как раз такие краткосрочные политические прогнозы и футурология это абсолютно разные вещи, это надо понимать. И с футурологией это не имеет никакого отношения. С точки зрения как раз информации, которая есть, то партнеры, с кем я и общался, очень много общаюсь сейчас по Соединенным Штатам, вся аналитика, вся эта вся говорила, меня убеждали в том, что выиграть должна была Хиллари Клинтон и вся система была построена на этом. Но, как показала практика, именно практика демократии, как показала практика жизни, что все-таки нельзя спрогнозировать с точки зрения социальных технологий. для нас, скажем так, лично с Алексеем, какое очень интересное развитие шло все это время пока шла предвыборная кампания. Мы общались и общаемся, у нас есть очень много и наших партнеров Skyway, и партнеров по другим проектам, которые находятся именно в команде Дональда Трампа, именно в избирательном штабе, там у нас руководитель избирательного штаба, ряд очень близких людей, которые пишут основные экономические. Мы с ними много общались, они нас говорят, вот если бы Трамп выиграл, то мы бы могли то показать, то показать. Я их утешал, говорю, ребята, ничего страшного, все равно у нас есть проекты. Ну и когда случилось так, что выиграл Дональд Трамп, то сразу же вступил ряд предложений, мы отрабатываем сейчас и проекты интересные. Вот в Неваде, почему сразу возникла Невада, потому что Невада это один из ярых сторонников Дональда Трампа, это республиканец по партийной принадлежности, и сразу же к нему там достучались определенные люди с предложением такого рода проекта, он сказал, что он обязательно будет рассматривать, обязательно. Поэтому и дальше сейчас в экономической программе, которую в ближайшее время опубликует штаб, именно экономический штаб уже Дональда Трампа, там стоит именно отдельным блоком, это скоростной блок, именно скоростные дороги. То есть они признают, что Соединенные Штаты не строили скоростных железных дорог, то есть у них перегружена сегодня авиационная сетка, и соответственно в ближайший концепт, в ближайшее время они должны сосредоточиться на скоростных железных дорогах, именно как по развитию. И естественно, что мы сейчас туда делаем уже такое вставление, что именно скоростной железнодорожный блок на основе технологии Skyway. И для нас это очень так интересно, что идет ряд сегодня направлений, о том, что возвращается сегодня низкая энергетика за счет того, что цены на нефть упали, и этот тренд будет сохраняться. Соответственно, с низкой энергетикой сегодня есть направление возвращения очень многих производств и создания новых производств опять на территории самих Соединенных Штатов. Это правильное абсолютно сегодня направление, потому что та идеология, которая закладывалась в начале 90-х, это дешевая рабочая сила в Юго-Восточной Азии и в Китае, она себя уже сегодня отработала, сегодня рост зарплат в Китае идет очень большими темпами, сегодня рост также в Юго-Восточной Азии также движется большими темпами, поэтому сегодня и за счет того, что вводится очень большая сегодня автоматизация, именно роботизация по новым производствам, то по сути дела нет разницы, где стоит завод сейчас уже в Китае или в Америке, потому что роботы и там, и там работают одинаково дешево и быстро, а энергетика сейчас за счет того, что цены на нефть и на газ сегодня серьезно снизились и дальше этот темп будет только развиваться, то сегодня развитие новых производств пойдет уже опять же опять на территории штатов. И в этом плане очень интересный концепт это освоение сегодня новых территорий, это в основном пустынные, непригодные такие для комфортного проживания, вот, потому что сегодня нет инфраструктуры. И в этом плане то, что сегодня предлагает идеология и комплексное освоение территорий, как инженерная школа Скайвея, то, что сегодня предлагает Юницкий, это интереснейшее решение, то есть это предлагалось и для Китая, для того, чтобы остановить наступление пустыни, а сегодня ежегодно более 1200 квадратных километров Китай теряет за счет опустынивания каждый год. Вот, соответственно, эта логика может изменять. Сегодня это активное направление прорабатывается в Китае, где предлагается строиться не только линейные трассы скоростного Скайвея, а линейные города, которые делают пустыню пригодной для жизни и эту землю делают цветущим садом. Вот эта идеология тоже, друзья, набирает как раз сейчас обороты, и это то, что сейчас двигается, и это то, что сегодня команда, которая близка именно к управляющим команде Дональда Трампа, это оказались нашими партнерами, с кем мы давно уже работаем, обсуждаем. Сначала мы их утешали, что вы не переживайте, что Трамп проиграет, потому что у нас наши партнеры сейчас из команды клана Клинтонов оказалось, что наоборот мы теперь тех утешаем, говорим, друзья, ничего не переживайте, там Скайвей пойдет строиться, потому что люди активно это продвигают. А для нас это, для нас все равно лететь, Скайвей нужен везде. И мы всегда говорим, друзья, мы стоим вне политики, мы стоим вне каких-то разделений, нас наоборот, мы объединяем мир, строй Скайвей, спасай планету. Мы решаем сегодня проблемы, в Китае есть проблема опустынивания, мы решаем эту проблему, сегодня в Саудовской Аравии есть проблема обезвоживания, потому что это решается проблема, сегодня есть освоение территории с вечной мерзлотой, Скайвей решает эти проблемы, освоение граничных просторов Сибири и Дальнего Востока, Скайвей решает эти вопросы, сегодня Скайвей решает все вопросы, к которым подошла сегодняшняя цивилизация. И дальше, по мере того, как это будет демонстрироваться в Экотехнопарке, мы к этому приходим. Поэтому мы сегодня, конечно, с точки зрения геополитики будем дальше смотреть, как будут развиваться российско-американские отношения, как будут строиться отношения между Дональдом Трампом и его партнерами, но то, что сегодня в Америке концепция, которая сегодня предлагается, Скайвей, востребована, и есть люди, которые доносят ее на самый верхний уровень, это не может не радовать. То же самое в Канаде, это на уровне премьер-министров, и то же самое сегодня на уровне очень и очень многих стран, где сегодня ведутся переговоры. Поэтому с точки зрения геополитики, я не сильно разделяю, не сильно понимаю, там, республиканцы или демократы, что лучше, что хуже, с точки зрения партнеров и востребованности технологии Скайвей, то, что сегодня происходит, не может не радовать. Это вот тоже может, соответственно, сегодня, ну, быть очень интересно. Потом, вот меня сейчас вот задавали вопрос про Глюкаева, потому что я как-то, молодцы, что я и с ним знакомый, работал вместе еще в 95-м году. Как я могу прокомментировать то, что сегодня происходит в России, то, что там вчера арестовали министра экономики у Глюкаева, считаю ли я его жуликом и действительно, то обвинение, которому есть, оно правда. Друзья, здесь я не могу ни комментировать, ни говорить, у меня есть только свое личное мнение на этот счет, что я Алексея знаю давно и про него ничего плохого сказать не могу, это блестящий экономист, это очень честный и порядочный человек и он уже более 15 лет на очень высоких должностях российских чиновников, он был долгое время зампредседателя Центробанка, потом был замминистра экономики, нет, потом он сразу был в администрацию президента, потом в министерство экономики, вот, и то обвинение, которое сейчас ему предъявляют, что он вымогал взятку с Сечина, то есть с Роснефти за сделку, которая уже прошла и признана законной, выглядит абсолютно, мягко говоря, абсурдным, вот просто мягко говоря, абсурдным, вот, потому что такого уровня чиновник и 2 миллиона долларов, которые ему сейчас якобы, там, ну, во-первых, еще не сказали, взял он их или не взял, или только предложил и вымогал, вот, и тем более с Роснефти, с госкомпании, поэтому я в это не верю, лично я, в свое мнение, вот, а то, что сегодня Улюкаев на прошлой неделе высказал предположение о том, что при том развитии, при том векторе, который сегодня делается управленческой командой, страна обречена на прозябание до 35-го года, это я слышал, и я больше связываю его арест, его проблемы не с тем, что он хотел вымогать денег, о том, что он честно сказал, что у перспектив у России нет, и в этом плане я еще делаю одно предположение, потому что уже на этой неделе такое же высказывание сделала Эльвира Набиулина, который тоже, который, ну, тоже по работе с ней пересекался, и мы с ней очень много общались, это тоже умнейшая женщина, умнейшая девушка, так сказать, высочайший профессионал, вот, и что-то мне подсказывает, что если у нее сейчас начнутся проблемы, и тоже неожиданно оказывается, что она там какие-то взятки берет за закрытие банков, там еще и еще, вот, то я напрямую это буду связывать с тем, что любой человек, который говорит, что путь развития, кроме тех сырьевых, которые нам навязали, и другого, которого нет, они все будут считаться врагами, и они будут каким-то образом наказываться, вот, из этого я могу сказать, что тогда и Skyway, который говорит, что кроме сырьевого пути есть развитие, и сегодня мы за 10-15 лет можем увеличить ВВП России более чем в 10 раз, и это абсолютно реальная цифра, то исходя из этой логики, тогда и в России у Skyway, и у нас, так вот, которые продвигают эти технологии, тоже могут оказаться проблемой, но это, друзья, тот мир, та реальность, в которой мы сейчас живем, мы сейчас сотрудничаем и с администрацией президента, и с Советом безопасности, мы везде не скрываем, мы с Алексеем написали еще год назад определенную концепцию, где мы показываем развитие и возможное развитие страны с применением технологий Skyway, все это, друзья, делается, вот сейчас будет транспортная неделя, со следующей, после 29-го, после демонстрации, где будет наш стенд, где будет демонстрация, Виктор будет делать доклад, мы там все будем работать на стендах, рассказывать, показывать о технологии, поэтому с точки зрения конструктивной работы и предложения, нам есть что рассказать, есть что показать, ну, а с точки зрения объективности и чиновничной, друзья, это пока непредсказуемо, и если вот мое личное мнение, то я не верю, что Улюкаев такой взяточник, и что он вымогал с Роснефти 2 миллиона долларов, я это рассматриваю как внутриклановая разборка, я это рассматриваю на том, что конкуренты таким образом пытаются убрать и сдвинуть Улюкаева как действительно профессионала, и кому-то очень сильно не нравится, что люди говорят, что надо искать другие пути развития, и что ошибкой было делать всю ставку последние 15 лет только на сырьевой сектор и только на нефть, поэтому, ну, здесь, друзья, я могу абсолютно, мы это никогда не скрывали на наших вебинарах о том, что кроме Skyway, кроме направления новых инновационных инфраструктурных проектов, другого пути у России нет, и чем быстрее чиновники это пойдут, тем больше шансов будет у России быстрее выйти на новый экономический и технологический уровень, вот как могу это прокомментировать и как это нас касается. С точки зрения развития, когда я уже говорил то, что спрашивали, что как вы относитесь к тому, что нас будут душить чиновники, монополисты, вот на этот ответ, друзья, очень простой. Акционеры и партнеры сегодня нашего проекта из 108 стран мира. Мы сегодня рассматриваем десятки и десятки проектов по всему миру, в России еще пока не рассматривается ни один проект, то есть в Челябинском подписано соглашение, идет активное обсуждение с администрацией Челябинской области, но когда и в какой стадии мы выйдем на проект, это пока не предсказуемо. Поэтому мы можем сказать, что проект Skyway, он наднациональный, он над расовой, он над того, что он разделяет. Проект Skyway это то, что объединяет всех. Мы объединяем мир. И соответственно, друзья, если и как уже было, когда после презентации президенту Медведеву проект полигон был уничтожен и начались определенные давления и гонения, но после этого была работа в Литве, где тоже, кстати, получилось очень некрасиво и нехорошо с точки зрения взаимодействия с президентшей Литвы, с этой тоже очень странной дамой. Сейчас, слава Богу, идет очень конструктивная работа с властями, с администрацией Белоруссии. Ну и, соответственно, основной вопрос сегодня в том, что заинтересованность и партнера сегодня у нас есть в десятках и десятках стран мира. Проект Skyway нужен везде. И он пойдет везде. И мы будем его продвигать и запускать везде, то есть там, где он нужен. И основной принцип сегодня, когда нам говорят, давайте напишем письмо тому-то, давайте пробивать стену там-то, друзья, мы уже вышли из той стадии, когда мы ходим, стучимся к кому-то и пробиваем лбом стену. Мы идем туда, куда нас зовут. И поверьте, что сейчас график приглашения и командировок, которые сегодня идут, и у Юницкого лично, как у руководителя проекта, и у Виктора Бабурина, который презентует проект, и у нас, у всех, кто сегодня занимается активным продвижением и презентацией проектов, график сегодня и востребованность, все возрастает и возрастает. После 29 ноября это выйдет еще на новый уровень, у нас объем востребованности технологии, когда она станет очевидным, будет еще выше. Поэтому, друзья, мы идем туда, куда нас зовут, мы работаем с теми, кто, соответственно, заинтересован в проекте, очень много задают вопросов, тут вопрос, а Литва вернула вам деньги? Нет, деньги Литва не вернула, вот, идут сейчас судебные разбирательства, и судебные разбирательства сейчас уже выходят над литовский уровень, то есть уже идет подготовка исков и запуск в европейский суд, потому что Литва превышает свои полномочия, и то, что они сегодня делают, это, ну, мягко говоря, нашим языком, это уже беспредел, вот, ну, а беспредел, друзья, всегда надо наказывать, на каждый беспредел есть все-таки юридическая сила в нашем мире, вот, и поэтому сейчас уже над литовской структурой будет разбираться тем беспределом, которые, которые сегодня решают вопросы, поэтому, друзья, много задают вопросов по сертификации, так вот, я могу сказать, параллельная подготовка к сертификации в Белоруссии идет, и что-то мне, друзья, подсказывает, что проблем с сертификацией в Белоруссии не будет никакой, она будет там сделана очень быстро, профессионально, качественно, и в очень короткий срок. Другое дело, что сертификат Белоруссии по безопасности он не будет приниматься в Канаде, он не будет приниматься в Израиле, он не будет приниматься в Америке, там будет другая сертификация, и все это, как раз, друзья, будет зависеть только от заинтересованности тех бизнесменов, которые продвигают проект, тех политиков, тех чиновников, которые это будут делать. Есть заинтересованность, все будет сделано, друзья, быстро, качественно и в срок. Не будет заинтересованности, это не будет сделано никогда. Вот такие ответы. Поэтому сертификацию, друзья, мы не то, что не боимся, это естественный процесс, который сопровождает любое строительство, и там, где есть требования к безопасности, они должны обязательным образом соблюдаться, и в технологии Skyway они соблюдены самым жестким образом. Поэтому, друзья, все идет своим чередом, ждем 29 ноября, мы в очень хорошем темпе, мы на очень хороших сегодня позициях, которые есть с точки зрения построения компаний, с точки зрения построения бизнесов в адресных проектах, этот процесс, друзья, идет, и по мере того, как вы в проекте, вы будете все это больше видеть, больше узнавать, больше включаться. Ну а мы, друзья, призываем вас, те, кто только вошел в проект, значит, подключайте, сделайте, не теряйте возможности, которые есть. Кто сегодня в проекте, значит, оценивайте свои возможности, участвуйте в проекте, поддерживайте проект, соответственно, увеличивайте свои инвестиционные пакеты, потому что это все будет больше и больше приобретать ценность. Ну а для всех нас, друзья, строй SkyWay, спасай планету. Это сегодня лозунг, который становится все для большего и большего количества людей, как раз уже именно программой к действию. Ну все, друзья, давайте до нашего вечернего вебинара. Ой, что тут опять, в перископе народ матом ругается. Ну что делать, друзья, это безнаказанность, и как раз в перископе я жду то время, когда мы запустимся через Facebook, зайти на наш канал можно будет только через верификацию. Тогда таких вот матершинников и нехороших людей будет меньше. Ну все, друзья, давайте до встречи вечером, двигаемся дальше. Вот, соответственно, я рад, что вы с нами, соответственно, мы все больше и больше будем для вас показывать интересного. И я абсолютно уверен, что тот, кто включился в проект, ни в коем случае не то, что не будет разочарован, а увидит все больше и больше перспективы, которые перед нами, перед всеми открываются. Все, друзья, всего доброго. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых...